всем привет друзья с вами болтарез и это симулятор арендодателя это уже полная версия вот буквально на днях она вышла и я предупреждал я говорил что игрушечка мне понравилось и обязательно буду в нее играть и периодически может быть буду что-то снимать а может и не буду ничего снимать буду сам играть никому ничего не покажу в общем это помещение мы отремонтировали расставили кое-какую мебель и начали сдавать эту комнату этот дом и наш жилец работник фастфуда какого-то хуя жалуется один из ваших арендаторов требует внимания похоже что в квартире что-то случилось про это сообщение чтобы узнать подробности ну я как бы уже вижу что здесь происходит пиздец здесь гигантские тараканы новые вакансии доступны в приложении работа подожди мне это пока не интересует кто это пришел какой-то хер пришел травить тараканов а почему он вообще без моего разрешения без моего ведома сюда пришел он сейчас тараканов потравит и попросит деньги а я не собираюсь ему платить еще раз и как дела болтарез постараюсь сильно тебе не бесить удачи и ты веришь или нет но у меня в квартире куча тараканов какого черта мне нужна помощь босс они выглядят отвратительно я так счастлив иметь такой замечательный а погоди по полагаю я сам по себе теперь я не понимаю эту девушку почему она говорит от лица мужчины но как бы да ладно и бог ей судья окей с ней мы разобрались и где-то я еще видел в заданиях у меня было что-то элитное но к сожалению она сейчас пропала я видимо не успел время вне игры наверное шло и мы проебали самый сочный заказ а плохо плохо я хотел вам его показать то что что дать выберем чем-нибудь подороже вот 2 400 у меня есть пара шумных аренда арендаторов от которых болит голова я ищу кого-нибудь кто поможет мне них позаботиться мне что нужно оглушить связать и вывести в лес ну давайте а привет болтарез мой мальчик сказал мне что ты теперь большая шушка я настроен немного скептически но как твоя жизнь удачи какой еще мальчик какая большая шишка у меня большая шишка вот я не против так пойдем посмотрим на заказ где он что нам нужно здесь сделать я не вижу чтобы здесь нужно было где-то делать ремонт камера слежения переехал сюда уровень счастья в текущих условиях несчастье кассир нихуя себе у него оклад надо полагать что это оклад в год а не в месяц что мне нужно с ним сделать усердие общительности экстравагантность креативность камера слежения ну давайте нажмем ну вот он прибухивает с утреца понятно что он такой необщительный стра блять шары залил а нет он скорее всего энергетика хряпнул и пошел качаться вижу у нас есть неоплаченные счета давайте перейдем во вкладку финансов и разберемся с ними и с ними как уже а ну да смотрите-ка месяц прошел пора платить как видите вы можете оплатить счета каждый отдельно но пока давайте оплатим все счета одновременно теперь вам придется самостоятельно следить за платежами я плохо разбираюсь в цифрах окей давайте оплатим все зачем платить по отдельности если как бы денег у нас хватает на все и сразу разблокирован газетный маркетинг новые возможности маркетинга доступны для дня открытых дверей день открытых дверей это когда мы сдаем свою комнату похоже наш арендатор забыл оплатить первую аренду к счастью я знаю как с этим разобраться зайдите во вкладку финансов так заходим теперь вам нужно нажать на опцию напоминание выбрать соответствующую реакцию поскольку это наша первая проблема я бы выбрал вежливый вариант но окей давайте напомним вежливо 650 баксов задерживает при вартере доступны новые варианты продолжительности аренды разблокирован срок аренды на два месяца окей потому что этой даме я сдавал на месяц других вариантах не было простите у меня что ты чё охуела что ли чё ты сказала простите у меня нет денег иди занимай иди бери кредит ты чё подождите а как мне написать то есть то есть простите у меня нет денег и все и она будет у меня жить бесплатно секунду у меня тут время идет и дни летят давайте мы поставим вот так вот на паузу присмотр за детьми потому что я не понял а что мне здесь нужно сделать тут вообще-то печь уже дымится алло а я видимо ничего не могу делать когда пауза что я должен сделать я не понимаю вот я на месте у меня есть пара шумных арендаторов от которых болит голова я ищу кого-нибудь кто поможет мне о них позаботиться в процессе а что что я должен делать то какие дети какие арендаторы осталось два дня очень странно очень-очень странно и камера еще к этому чуваку прилипло даже нельзя посмотреть как он моется ну что это такое ладно сейчас дни пройдут и посмотрим что из этого выйдет как бы просто понаблюдать за мужиком который моется и получить за это почти два с половиной косаря баксов ну я думаю этого неплохо пока почитаем сообщение окей готово я сам с этим разберусь все она оплатила да ну вот хорошая девочка потом блять выебывалась сразу блять деньги нашла на следующий же день привет у меня проблема с роутером можешь что-то с этим сделать я отправлю профессионала у меня нет на это времени пока ничего не будем ему отвечать пусть подождет сейчас один день кончится я по идее должен был здесь что-то сделать потому что у меня был бюджет какой-то слушайте но это очень это очень странное задание все по минусам я проебал да спасибо за ничего за сранец да пошел ты нахуй со своим роутером я здесь не могу понять че от меня требуется присмотр за детьми какие где они блять где эти дети это что ли был ребенок я за ним приглядывал хуя себе а можно мне а она пробил камеру домой опять убираем разблокированы новые при слушайте действительно да я выполнил задание я просто наблюдал за мужиком и все как-то это очень странно ну да ладно деньги есть деньги мы получили уровень теперь у меня пятый отзыв арендатор не пострадал никаких серьезных неудобств но вот и замечательно посмотрим на другие заказы может быть какой-нибудь элитный появился нет еще кого-нибудь кто позаботиться об одном из моих не открытых дверей только серьезные отзывы пожалуйста требования бюджет полторашка нет работника по уходу за детьми ну мы как бы только что этим занимались давайте что-нибудь будем вот строить да делать ремонт это как-то все-таки поинтересней нужно присмотреть за моими людьми оплачу ребят но с другой стороны за присмотр платят больше что-то я не понял это симулятор арендодателя или симулятор какой-то няньки нужен кто-то кто спроектирует для меня милую и функциональную кухню спроектировать новую кухню бюджет 6 250 советы по отделке необходимая мебель декора неважно предпочитаемая мебель что кто чё надо я только что отправил вам деньги извините за задержку ладно первый раз прощаю ну давайте мы возьмем вот это вот задание да на две пятьсот и спроектируем милую и функциональную кухню как бы игра про это поэтому да возьмем это задание ох щас ребята здесь настроим и так понеслась начинаем ремонт так полы полы плитка или камень плитка или камень что-то дешевое я не думаю что стоит брать думаю стоит взять что-то красивое например вот это красивое и дорогое дорого и богато у нас все будет оп аккуратненько вот так вот сделали хотя можно было коридор знаете и в другом цвете сделать ну ладно покраска стен красный или синий красный или синий да мне кажется синий он как-то наверно больше подойдет хотя и красный будет заебись тоже кирпичиком вот таким ромбиком да пусть будет красный правда какое-то хуевое сочетание красного черного и белого вот в таком исполнении ну ладно клиент пожидал красный ну получай мое дело сделать так все стены мы все замазали теперь переходим к кухне знаете наверное кухня у нас будет так сказать площадь готовки будет находиться вот здесь а это уже будет такая большая обеденная зона с телевизором с радио и со всеми вот этими делами так холодильник плита холодильник вижу ну естественно черный вот такой вот охуительный холодильничек у нас будет где-нибудь вот здесь в углу плиту естественно тоже черную мы поставим я думаю вот здесь и будет самое место из холодильника достали здесь будет какая-нибудь тумба стоять и рядом плита возможно даже если денег хватит я поставлю еще бытишку кухонная раковина мыть посуду мыть посуду я думаю лучше у окна будем мыть посуду и наблюдаться наслаждаться видом вот как то так надо кстати еще вот такие же тумбы здесь сразу поставить так поближе вот а это угловая ой как шикарно ребята я же себе прям такую кухню захотел сюда ставим одну с этой стороны ага не получится не особо красиво будет смотреться да слушайте это прям как то не очень выглядит а че она такая короткая то получается может быть ее ну ка иди сюда может она должна вот на таком расстоянии находиться но это как то тупо просто в моем понимании угловая тумба она должна выглядеть именно так но нет она как то выглядит по ебански ладно пусть тогда она будет здесь одна стоять здесь у нас будет раковина блять ну это вообще отсос какой то а кто ее при подождите может быть не той стороной я ее вообще ставлю может быть она вот так должна выглядеть вот так а нахуя тогда там угол обглоданный ну по идее оно должно быть вот так ну это какая то тупость а почему там реально угол такой не знаю ребят может быть разработчики как то накосячили либо я какую то хуйню делаю не знаю давайте поставим барный стульчик ну вот такой я думаю подойдет пока кто то будет мыть посуду мы будем сидеть и попивать прохладительные напитки доставая из холодильника да естественно нам нужны растения нет здесь пойдет маленький вот такой ой хорошо и часы 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 обязательно но не над плитой часы будут у нас вот здесь над плитой как я уже говорил мы поставим вытяжку а что значит если денег хватит она обязательно нужна поэтому все вот она вытяжка вытяжка и мне еще нужны тумбы так я не понял а а все что ли ребята у нас у нас денег нет блять вот это я разошелся ну ладно тогда будем все продавать слушайте не 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 а че это я действительно так разошелся все такое самое дорогое купил никуя себе мне денег не хватит давайте тогда все самое боссо а вот какой-то холодильник смешной есть маленький квадратный я такие даже ни разу не видел пусть такой будет хотя ну-ка уйди отсюда мне кажется вот такой вот белый тоже будет довольно неплохо смотреться давайте его поставим окей что у нас там по плите что-нибудь подешевле есть так плиты сортируем блять ну вот это какая-то она желтизной отдает она еще и газовая ну и нахуй вот поставим электрическую ну и соответственно вытяжку тоже поменяем вот она вытяжка и поставим вот такую вот о отлично и у нас остается еще 1700 как вы понимаете тумбы черные нам тоже не нужны у нас будет белая теперь все концепция поменялась оп хорошо что еще нужно кухонная тумба ставим беленькую вот так замечательно все вровень вот здесь прям идеально там правда щель мусор будет всякий падать ну да пухой чайник или тостер или микроволновая печь чайничек обязательно в уголочек оп поставили настенная лампа само собой вот такую вот между холодильником и плитой чтобы видеть что брать и что готовим ягод и и все обязательные предметы мы зап hass saliva предпочитаемую мебель кстати тожеICK и у нас еще осталось полтора куска давайте мы эти полтора куска надо потратим на фор для какого а мустому из снял мобиль Numberwood что нужно настенные растения маленькое растение на расстои можем давайте totally какое растение Давайте поставим мебель. Вот они, растения. А можно, если вот так вот написать? Растения. Спасибо. Вот оно большое. Большое. А где малое? Вот маленькое растение. Прекрасно. Поставим вообще кактус. Чтобы, знаете, не так уж и дешево было. И в то же время оно было маленькое. Ну и большое. Папоротник это, по-моему, похоже. Это же тоже папоротник, нет? Это папоротник? Да, это тоже папоротник. Поэтому для разнообразия мы... Ох, ёп твою мать. Оно действительно большое. Ну вот сюда вот к окну поставим. Чтобы там фотосинтез, а вот эта вот хуйня с ним была. Что у нас теперь? Так, спокойно, не сюда. По декору теперь 61. Чего еще не хватает? Кухонная тумба есть. Барный стол я поставил. Мотивационный постер. Отлично. Стены, мебель, постеры. Где они? Ладно, напишем. Постер. Мотивационный. Так, это картинка, картинка. А если я прям напишу постер? Напишу... Мотивационный, точно. Мотивационный. Ага, и вот эти все постеры. С разными надписями. Work hard, play hard. Прекрасно. Вот только-только заходишь и прям сразу видишь эту надпись. Заебца. 66. Ебать мне, сколько всего еще нужно сделать. А денег-то все меньше и меньше становится. Высоко считается только один. Ага, значит, можно установить один блендер. Блендер, тостер, чайник есть. Блендер, тостер, микроволнов. Короче, всю вот эту вот технику давайте мы сейчас завезем. Для этого мне понадобится еще одна тумба. Интересно, а зависит ли вот этот декор или там настроение хозяина, который придет проверять, от того, как расставлены, допустим, эти тумбы? Если да, то это прям вообще по хардкору. Так, вот она кухня. Ищем. Ищем тостер, блендер. Подождите, а у меня чего-то этого нихуя нет. Повысьте уровень. Так эти предметы еще и открывать надо. Ёб твою мать. Кофе-машина есть. Но про кофе-машину там ничего не было сказано. Было сказано про микроволновку. Вот, пожалуйста. На, тебе пользуйся. Подальше от раковины поставим, чтобы водой не залить. И у нас остается 1100. Чайник, микроволновка. Давайте я попробую все-таки написать. Тостер. Да, тостер у нас закрыт. Печаль. Печаль, беда. Хоть тут еще можно сказать. Декор 88. Микроволновая печь. Блендер. Блендера с толстера, значит, у нас нет. Кухонные весы. Кухонные весы. Вытяжка на стену. Лампа есть. Хорошо. Давайте посмотрим весы. Весы. Тоже заблокированы. Ой, ребят, что-то я походу вообще рано взялся за этот заказ. Огнетушитель. Ну и огнетушителя я, по-моему, не видел. Не знаю, если он вообще-то... Да. Тоже заблокировано. Ну и все, ребят. Сэкономили косарь. Давайте сдавать работу. Посмотрим, что нам скажут. Хозяйка. Ой, спокойно. Где она? Твою мать. О, проверяет. Давайте за ней наблюдать. Микроволновка ей понравилась. Это хорошо. Стульчик теперь заценивает. И стул понравился. Бля, как в воду глядел. Ты растения оцени. Смотри, как я расставил по всей... Что, блядь? Ты чё нос воротишь? Смотри, как нравится, блядь. Ну, ептать, ребят. Старались. Отлично. Один из недавних клиентов только что оставил отзыв. Так, предпочитаемая мебель. Предметы могут быть более модными. На стены папоротика и неважная категория. Необходимая мебель. Три звезды. Первое впечатление. Три. Ну и общие четыре звезды. Это очень-очень хорошо. Даже если бы было три звезды, это тоже классно. Потому что три из пяти, это больше половины. Это значит хорошо. Итак, наша задача вообще общая. Получить общую сумму рейтинга семь из пятнадцати. Половина пути почти пройдена. Ну что ж, берем тогда следующий заказ. Давайте пачки. Ты там? Здесь что-то произошло с электрощитом. Можешь об этом позаботиться? Да? Так, подождите. Я не хочу отправить профессионала. У меня же там был мой работник. Я что, сам не могу это сделать? Ладно, отправим профессионала. Триста пятьдесят баксов не так уж и много. У нас вон почти десятка. Мне нужны заказы. Мне нужно больше заказов. Спасибо за ничего. Иди ты нахуй кто-то такой. Я тебя вообще не знаю. Написывает мне тут. Что за чучело? И обычные задания. Хорошо. Давайте мы еще раз присмотрим за моими людьми. И получим две шестьсот. Вот это очень хорошие деньги. Может быть, сейчас я наконец-таки разберусь, что от меня вообще требуется. Здравствуйте, болтарец. Я только что узнал от своего домовладельца, что вы временно будете моим новым помощником. Немного грустно, так как мы хорошо ладили. Будем надеяться, что вы отдадите ему должное с наилучшими пожеланиями. Зара Гентри. Какая Зарочка, вы посмотрите-то. Ну-ка, девочка, что это нужно тебе сделать? Что она там делает? О, все ясно, блядь. Тиктокерша какая-то. Хуйню опять сидит, записывает, блядь, свое. А где музыка? Что она там не танцует, жопы не трясет? С циркулем, блядь, каким-то сидит. Господи, а это кто? Работник фастфуда? А что с ним? Марьян! Марьян Маклейн, ты что? Мне кажется, она валяется и грызет холодильник. Я не понимаю, что мне нужно здесь делать. Кто-нибудь вообще объяснил, нет? Привет, болтарец. Мой мальчик сказал мне, что это теперь большая шишка. Я настроен немного скидываю. Так, ну это мы уже читали, похожий. Похожий мы уже читали. Осталось 4 дня. Ну, серьезно, в чем смысл? Я просто должен что-ли за ними наблюдать? Я ничего не могу здесь делать? Отношения с игроком. Камера слежения. Отключить камеру. Смотрите, она в сортир покурить пошла. А кто здесь делал ремонт? Можно узнать? Кто прихуятил сюда раковину к потолку? Они как там вообще должны... Да что с камерой-то, блядь, такое? Как они здесь вообще умываются? Или это раковина, я не знаю, для мытья головы какая-то специальная? Пиздец. Руки оторвать надо здесь ремонтникам. Так, у меня здесь что-то обзор финансов горит. Что такое? Опять что ли оплатить? Ебать, уже второй месяц прошло, ребят, нихуя себе. Ну ладно, оплатим. Переговоры. Осталось времени, пять дней. Задача, поговорите со своим арендатором, чтобы пересмотреть договор. А зачем? А зачем мне с ним договор пересматривать? Ребята, элитный контракт. Вот, я хотел как раз таки вам его показать. Похоже, что срок аренды скоро истечет. Я бы продлил его еще на несколько месяцев. Но решать вам. Помните, чем счастливее ваши арендаторы, тем больше они готовы платить. Не надо, пусть она съезжает, потому что первый месяц она вовремя не оплатила. Ну и нахуй. Каждый раз, каждый месяц ей напоминать пизду. Я лучше найду другого себе съемщика. Пусть валит оттуда. Опа, крысы. Так, ну теперь, наверное, мой выход, нет? Я, наверное, должен их как-то ловить. Крысы, фу! Блядь, на каком они там языке крысы разговаривают? Как их прогнать? Да не хочу, не хочу я. Проглядь. Ладно, остался еще один день. Может, я должен просто за ними следить, чтобы они не... Крысы, ну, крысы что? Сейчас пришлю дядю. Дядя, давай быстрей! Окей, дядька пришел. А, то есть я, получается, должен за вот такой вот херней следить, да? Если крысы или тараканы... Дядя, ты что стоишь, алло? Ты крыс-то будешь? Нет, тут гнать. Дядя, я тебя сюда за каким хером позвал? Подожди, а что за бред? Почему он не ловит крыс? Как ему отдать команду ловить этих саных крыс? Я, наверное, тогда просто создам видимость, что мы как бы пришли, а время сейчас кончится, и все, и работа выполнена. Привет, у меня проблема... Да иди ты нахуй со своим роутером, заебал уже, блядь. У меня тут и без тебя проблем хватает. Тут какие-то крысы охуевшие, они прям через стены бегают. Я их поймать не могу. Ни левой кнопкой, ни правой кнопкой мыши. Что мне, блядь, с ними делать? Ладно, пусть пока дед стоит здесь. Давайте посмотрим, что там опять про роутер мне пишут. А, это наша съемщица. У меня нет на это времени. Насрать мне на твой роутер, ты все равно скоро съедешь. Окей, готово. Я сам с этим разберусь, мой, блядь, психанула. Ладно. Уходим. Крысы не поддаются, покинув недоделанное помещение, вы рискуете проваливать. Нет, ладно, тогда стоим на месте. Ну, крысы не поддаются дрессировке, но я хуй его знаю, что мне надо с ними делать. У нас никакого крысиного яда, я так понимаю, с собой нет. Я просто помню, когда управлял этим дедом, собирая мусор, как бы, ну, я на предмет тыкал, на кучу мусора, и мы его убирали. Вот, я пытаюсь кликнуть по крысе, и ничего не происходит. Она в панике съебывает от меня через стены. Блядь, ну, это вообще бред какой-то. Ладно, пусть он тут с ними развлекается. Давайте посмотрим на переговору. А, нет, смотрите-ка, не могу. Я, получается, ничего не могу сделать, пока не разберусь с крысами. Ну, а время ведь идет. Ага. Оно остановилось. Получается, когда возникают вот такие вот ситуации, время останавливается и не идет. То есть, сколько бы мы ни наблюдали за этими крысиными бегами, ничего не изменится, время не пройдет. Ну, хорошо, давайте попробуем что-нибудь сделать. Чего боятся крысы? Может быть, я должен сюда к щитку подсоединить два провода и с проводом бегать за крысами? Ну, я не знаю, а как еще? Что я могу с ними сделать? Давайте уйдем отсюда, я не знаю. Какое-то время я ведь наблюдал за этой квартирой. Может быть, хоть сколько-то там мне заплатят. Провал. Если хотите играть именно так. Вот они вызвали адекватного чувака. Я не знаю, может, у меня есть какой-то инвентарь. Который я должен пополнять периодически вот такой вот хуйней, чтобы самому это все делать. Но это очень-очень странно. Я не понимаю, что это вообще за херня наблюдать за какими-то арендодателями. Что за бред? По сути, ты ничего не строишь, ничего не меняешь, просто наблюдаешь, а платят больше. Разблокированы новые предметы. Успех. Серьезно? Три звезды по... Не знаю, по-моему, это вообще какой-то бред несусветный. Так, кто что? Я только что отправил вам деньги, извините за задержку. Нет, все, я тебя не прощаю, где ты? Иди сюда. Обзор жильцов. Вот она. Счастья никакого нет. Пошла нахуй отсюда. Как мне ее отсюда выгнать? Завалось... Ты что там, срать что ли села? Слышь? Договориться о продлении? Я не хочу, расторгну договор. Все, вали отсюда. Давай не пищи, вали, я тебе сказал. Все, я ее выгнал? Давайте еще раз проверим. Оставшееся время аренды один день и один час. Ну вот, пусть она один час доживает и сваливает отсюда. Так, что здесь? Ага, сообщение. Жить в вашей квартире было нормально. До свидания. Ой, не надо, не надо мне, знаешь, нормально. Как можно было жить в этой квартире? Объясните мне. Здесь одна кровать, холодильник и барный стул. Все, больше вообще здесь нихера нет. Ну хорошо хоть поссать и помыться воину. Да, я думаю, нужно будет здесь сделать ремонт, потому что как бы у нас 12 тысяч баксов есть, я более-менее обставлю и подороже буду ее сдавать. А сейчас мы отправимся на... Да вы что, охуели что ли? Опять! Я опять просрал это задание крутое, за которое хотели мне дать очень много денег. Срочно в моем доме нужно построить новую ванну и создать новую ванну и бюджет 4600. Окей, давайте мы вот этот маленький заказик сделаем, почему бы и нет. Небольшая ванная... Ага, вот вижу дверь. Небольшая ванная комната, заработаем... Немножечко деньжат, это то, что нам надо. Начать ремонт. Плитка или камень, цвет не имеет значения, а вот покраска стен зеленый или коричневый. Коричневого у нас, к сожалению, нет, будет зеленое. Я, кстати, помню, что там, по-моему, зелененькие унитазики были, зеленые душевые кабины, так что это будет очень-очень даже ничего. Отлично. Вот так вот сделаем. Самое главное, чтобы пол был какой-нибудь тоже зеленоватого цвета, пойдет. Вот такая вот плитка будет в самый раз. Ванная или душевая кабина? Нет, подождите, подождите. Какая ванна? Мне нужна душевая кабина. Во! Вот она, шесть соток стоит. Блин, дороговато, правда. Надо ее как-нибудь поставить, чтобы она прям не у окна была. Может быть, даже вот так. Отлично. Что там еще? Раковина, унитаз компакт. Унитазик, унитазик мы поставим. А унитаза зеленого нет. Ну, пусть будет такой. Вот, прям у окна поставим, чтобы можно было, как говорится, сидеть, думать над жизнью и смотреть в окно, наслаждаться видами. Растение пусть будет, почему бы и нет. Хотя нет, не буду торопиться. Может быть, у жителя аллергия, и ему нахер совершенно не надо здесь. Туалетная бумага. Ёршик, обязательно. А как так? В говне все измажут, а чем чистить будет? Вот такой вот поставим туда, в уголок. Ага, в уголок не получится, места нет. Ну, ладно. За сортиром вот так его воткнем. И раковина для ванной. Вот здесь вот раковина. Как бы сходили, руки помыли. Прекрасно. Я бы еще, конечно, заебенил сюда коврик, но сейчас мы посмотрим. Настенные часы. Часы? В ванной часы? Нахуя? Ну ладно. Давайте вот здесь. Будем засекать, сколько мы сидим на сортире. Я понял. Ну и теперь по декору осталось проверить. 74. Так, что нам не хватает? Зеркало. Щетка для унитаза имеется. Туалетная бумага тоже. Сушилка. Сушилка и зеркало. Все понял. Сейчас будет. Сушилка. Ага, сушилки нет. Хорошо. Точнее, плохо. Зеркало. Зеркала тоже нет. А может я просто не в той категории ищу? Твою мать. Надо было в мебели искать. Оказывается, все есть. Высокое зеркало. Вот так пойдет. И теперь мне нужна сушилка. Удаляем. Сушилка. Я думаю, вот такой вот обойдемся. Потому что место здесь до хрена. Вот как раз он будет сохнуть прямо на солнышке. Отлично. Я думаю, теперь у меня будет ровно солнышко. 89. Опять чего-то не хватает. Что тебе надо? Растение настенное. Маленькое, большое, небольшое украшение. Небольшое украшение, говоришь, да? Что это за украшение может быть? Украшение. Это, блядь, вообще все считается за украшение. Ладно, поставим тогда мы вот здесь большой цв... Хотя нет. Давайте вот такой вот поменьше здесь поставим. И на стену мы ебанем что-нибудь вот эдакое. О, отлично. Ну просто смотрите, ребят. Шикарная ванная комната. Я бы сам себе такую хотел. Можно, конечно, еще коврик тоже вот зелененький. 85 бачинских. Нихуя себе. А поменьше есть что-нибудь? Ну вот так вот, например. Ну чтобы мы как бы выходили и вставали на коврик. Они по плитке ходили. Идеально. Все, это 100%. Да, по-другому и не сказать. Открыты вакансии на полный ремонт. Новые вакансии доступны в приложении. Полный ремонт. Ой, блядь. Вот это уже классно. Ребята, вы представляете? Полностью хату сделать. Не одну комнату, а вообще всю хату. Ебать, я там сейчас спроектирую что-нибудь. А ты что нос воротишь, я не понял? Тебе что, ёршик бы не нравится? О! Блядь, чувак любит, походу, зеленый цвет. Не зря я все в таких тонах сделал. Блядь, ну с камерой, конечно, это просто пиздец здесь. Он доволен, ребят. Единственное, ему не понравился ёршик. Может быть, ему не понравился ёршик, потому что он прям за унитазом стоит. И он его плохо рассмотрел. Но, в любом случае, мы свою задачу выполним. Разблокированы новые предметы. Мелкие бытовые вещи. Вот они как раз-таки. Тостеры. Это кухонные весы. Какие-то пиздатые чайники. Пошли, и вот он, блендер. О, ребята, можно браться за какой-нибудь сочный заказ. Так, игрок что, игрок? Уровень восьмой уже. Нихой сеть. О, ебать. Просто пять... Ну, ребят, ну, сами все прекрасно видели. Постарались и добились успеха. Ладно, давайте мы, ребят, на этом закончим. Я не знаю, будет ли следующая серия. Ну, скорее всего, будет. Потому что я хочу вам показать, что вообще в этой игре есть новенького. Может быть, я поиграю пока без записи. Что-нибудь раскачаю. Сделаю здесь ремонт, а потом вам его покажу. В общем, что-то да будет. В следующей серии обязательно. Подписывайтесь на канал. Комментируйтесь. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok